Исокогорская детская библиотека предлагает вниманию юных читателей книгу современной детской писательницы Юлии Ивановой «Почимуль и потомухля» Эта книга о пауке «Почимули» и веселой мушке «Потомухли». Вместе они зимуют в человеческом доме. Там им тепло, сытно и безопасно. И все бы хорошо, только потружиться они никак не могут. Паук постоянно гоняется за мушкой, а она только хихикает. И чего только с ними не происходит. И в сгущенку влезают, и в стакан с газировкой падают, и от чудовища хамелеонища спасаются. А самое странное в том, что время от времени эти двое выручают друг друга из разных неприятностей. Так может быть, они в итоге подружатся? Знакомьтесь, это серьезный паук-восьминожка «Почимуль» и веселая мушка «Потомухля». Когда на улице стало холодно, они спрятались в большом теплом доме и решили там зимовать. Кроме паука и мушки в доме еще жили человеки, так что пришлось потесниться. Паук поселился в темном углу за шкафом, а мушка в старом кукольном домике. И всем было хорошо. «Потомухля» любила печенье, варенье и мед. А Почимуль любил котлеты и мух. Он очень хотел съесть «Потомухлю», но она была слишком ловкой и поймать ее пока не получалось. Поэтому Почимуль ел только котлеты, когда человеки оставляли их на столе. «Потомухля» тоже находила на столе много вкусного. Сахар и мед, варенье и конфеты, мармелад и печенье. Выбирай, что хочешь. Мушка очень радовалась угощению. «Сытая потомухля – это ловкая потомухля», – думала она. Почимуль тоже радовался, но по-другому. «Толстая потомухля – это вкусная потомухля», – думал он. И оба они, наверное, были правы. Почимуль и потомухля старались не попадаться на глаза человека. Они знали, что те бурно реагируют на мух и пауков. Швыряют тапками, бьют газетами, прыскают из баллончика. Иногда даже визжат. Неприятно же. А что будет, если тапок попадет в цель? Тапки у человеков просто огромные. Газеты такие тяжелые, а газ в баллончике вообще ядовитый. Так можно и до лета не дожить. А потомухля любила лето. И почимуль любил лето. Они жили себе, не тужили и ждали, когда же пройдут холода. Кажется, они могли бы подружиться, если бы не одно «но». Почимуль хотел поймать потомухлю, а потомухля ловиться не хотела. И они никак не могли договориться по этому вопросу. «А почимуль?» Спрашивал паук-восьминожка. «А потомухля?» Отвечала веселая мушка. История первая. Вляпались. Однажды у человеков закончились мед и варенье. А блинчики не закончились. И тогда на столе появилась какая-то странная банка. Из этой странной банки человеки что-то ели с железной ложкой. После еды ложечка осталась на столе. И с нее натекла лужица. Странная лужица из странной банки. Это была не лужица варенья и не лужица меда. Очень интересно, что же это? Потомухля полетела на разведку. Потому что очень хотела поесть чего-нибудь вкусненького. А почемуль крался следом. Не потому, что хотел поесть чего-нибудь вкусненького со стола. Хотя он крался, чтобы поймать потомухлю. Только пока не знал, вкусная она или нет. Ведь он еще ее ни разу не пробовал. Но очень надеялся. Рядом со сладкими лужицами муху поймать проще простого. Так думал почемуль и крался тихо-тихо. Тем временем потомухля приземлилась на стол недалеко от лужицы. Пахла лужица очень приятно. Но не мед. Нет, не мед. И не варенье. Нет, не варенье. Но что же тогда? Густое, светлое, пахнет сладко. Наверное, вы уже догадались, что это было. Сгущенное молоко. Но потомухля этого не знала. Она решила попробовать лужицу. Ммм, вкусно! Жжж! Она сказала жжжж и вляпалась всеми шестью лапками. В густую, сладкую, вкусную лужицу. Жжжж! И тут появился почемуль. Он сверкнул глазами и направился к потомухле. Причувствие его не подвело. Нынче на кухне нашлось кое-что вкусное и для него. Потомухля увидела паука и зажужжала громче. Жжжж! Не хотелось ей, чтобы почемуль подходил так близко. Не хотела она ловиться. А он все ближе и ближе. И вот уже стоит там, где блестит край сладкой лужицы. Ну как дотянуться до мушки? Почемуль протянул одну ножку? Потрогал лужицу. Бррр! Неприятная, сладкая. Почемуль не любил сладкое? Ну что ж поделать? Надо как-то достать потомухлю. И пошел через лужицу вброд. Далеко он, конечно, не ушел. Тоже вляпался. Почемуль? Спросил он, влипнув нами друг кула. Потомухля. Захихикала мушка. И изо всех сил заработала крылышками. Но этого было мало, чтобы выбраться. Тогда мушка напряглась и чвак! Вынула только одну лапку. Получилось! Она чуток передвинулась. Следующая лапка. И следующая. Чвак! 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 Лапка за лапкой. Медленно, наверное, мушка стала выбираться из лужицы. Почемуль, увидев это, начал повторять за ней. Чвак! 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 И тоже стал продвигаться к краю. Но у Почемуля восемь ножек, а у Потомухли шесть. Она переставляла свои ножки быстрее. Почемуль был только в середине лужицы, а Потомухля уже выбралась на свободу и облизывала лапки. Ох, и вкусная, казалось, лужица! Ох, и сладкая! Даже вкуснее, чем мед и варенье. Потомухля много сгущенки съела. Пока Почемуль дочвакал до края лужи. И улетела прямо у него из-под носа. Жжжж! Уф, устал Почемуль, вздохнул и пошел мыть лапки в раковине. Потому что сладкие лужицы на вкус ему очень не нравились. Неудачная получилась охота. А Почемуль! Вздыхал Паук-восьминожка. А Потомухля! Веселилась сытая мушка. История вторая. И скупались. А в другой раз человеки забыли на столе стакан с оранжевой водой, в которой играли пузырьки. Так красиво! Потомухля сразу полетела на разведку. Что за стакан? Что за пузырьки? Почему так вкусно пахнут? Может быть, это такое варенье? Просто его налили в стакан. Очень интересно! Почемуль крался следом? Он уже привык выслеживать Потомухлю. Куда она? Туда и он. Должна же она попасться хоть раз. Почемухля летала, летала над стаканом? И никак не могла понять, что же это за пузырьки такие. Вкусно пахнут. Села на край стакана. Заглянула внутрь. Внутри пахло еще вкуснее. Села головой вниз. Мухи такое умеют. Поползла на разведку. А тут и почемуль подоспел. Увидел, что Потомухля вверх тормашками в стакане сидит. Думая, сейчас запою. Да как прыгнет. И мимо. Упал прямо в цветные пузырьки. Начал тонуть. Потомухля от неожиданности тоже чуть не упала. Так бы они и барахтались в пузырьках вдвоем. Почему плавать не умеет, Потомухля тоже. Грустно бы закончилась история. Но Потомухля пожалела восьминожку. Увидела, что ему из стакана не выбраться. Протянула лапку. Почему-ли зацепился за нее? Подтянулся. Цветные пузырьки снизу подтолкнули. Выбрались из стакана. Почему-ли весь мокрый, сладкий, еле отдышался? Потомухля тоже вся испачкалась. Крылышки слиплись. Лететь не может, пока не умоется. Посмотрел, почему-ли легкая перед ним добыча. Потомухля без крылышек. Букашка беспомощная. Самое время поймать и съесть. Но паук не стал этого делать. А почему-ли? Спросила мушка, изо всех сил намывая лапки крылышками. А потомухля? Ответил паук восьминожка. И отправился в раковину смывать себя сладость пузырьков. Подумал, что в другой раз потомухлю сцапает. Не сегодня. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!